Оля, прежде чем мы поговорим про сериалы, спектакли, фильмы, я хотел бы вот что спросить у вас. Вы ведь родились в Донецке. Да. Когда вы там были в последний раз? В последний раз я была как раз, ну мы чуть ли не последним каким-то заездом туда, я имею в виду артистическим, съездили со спектаклем «Старший сын». Угу. Это было в апреле прошлого года. Угу. Ну вот уже была сложная ситуация и уже нам многие говорят, зачем вы туда едете, вы обалдели и так далее. Мне было это очень важно, потому что в принципе редко я бываю там, там похоронен папа и бабушка, дедушка, у меня там родственники живущие до сих пор. Угу. И очень было как бы важно для меня, что мы съездили. Хотя, ну какая-то ситуация была уже не, уже понятно, сложная. Угу. Ну вот как раз после этого там начались такие прям чик-чик-чик волнения, ну и сейчас… А вы говорите родственниками, они до сих пор там, вот невзирая на все, вы общаетесь? Да. Ну общение наше так, вы живы? Живы. Угу. В семье вообще вы обсуждаете эту тему или у вас… Конечно. Ну мы обсуждаем в большинстве случаев с моей мамой, потому что она из города Киева и для нее это понятно, что у нее там очень много друзей и она все время на связи, где взорвали, где стреляли, где чего и что происходит. Ну не могу сказать, что я в это во все стараюсь как-то внедряться. Я совершенно не понимаю, кто прав, кто виноват. Вообще не понимаю, правда. И даже когда она находилась на Украине, я смотрела их новости, ну вот вообще непонятно, стреляли и эти вроде бы как бы бандиты, и эти бандиты, бандиты в бандитов стреляют, а виноватые, вернее жертвой являются мирные жители. Поэтому это, конечно, очень все больно, сложно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.